Сейчас уже бояться особо нечего, так что расслабьтесь и спокойно послушайте мою презентацию. Да, мы сначала боялись первых каких-то там революционных технологий, первых компьютеров, интернета, первых дебетовых пап, когда только вышли. Не-не, я наличка, я так уже привык, вдруг деньги с карты сваруют. А сегодня все эти технологии приносят огромные деньги тем, кто был причастен в момент их создания. Друзья, кто смотрит мою презентацию на смартфоне и у вас два экранчика, ставьте пальчиком на слайды, и они откроются у вас во весь экран, и вам будет удобнее. Но прежде чем продолжить презентацию, я хотел бы остановиться на дисклеймере, чтобы соответствовать всем подписаниям законодательства. Содержащаяся здесь информация не является финансовой, коммерческой, инвестиционной, юридической или какой-либо другой консультацией или предложением. Информация не сделана к какому-либо действию или использованию описанных услуг. Решения в использовании этих материалов принимаете лично только вы. Дисклеймеры описывают и хауинс, и спид-контракт, и примеры расчетов, а также таблицы ультин. В презентации, да, будут расчеты, но ни в коем случае не нужно принимать эти расчеты за какую-то константу, потому что здесь будет очень много, у каждого будут свои цифры, и это будут вообще примерные расчеты для общего понимания работы системы. Поэтому лучше всего лично проверить всю информацию, уж потом сделать вывод и принимать решение о приобретении продуктов или услуг компании. Рекомендую сделать скриншот этого слайда, а потом вместе с партнерами там или лично разобраться и почитать. Сейчас, друзья, наверное, вы со мной согласитесь, что из года в год людей во всем мире мучают одни и те же вопросы. Да, именно мучают. Как зарабатывать деньги? Ну, не просто зарабатывать, а еще, чтобы было достаточно. Желательно, на долгосрочную перспективу, а лучше пожизненно. Ну и самое главное, безопасно. Как и в пирамиде, кто помнит Абрахама Маслау, как только мы начали закрывать свои базовые потребности, такие как еда, одежда, крыша над головой, мы начинаем задуматься о безопасности. Как накопить денег? Чтобы всегда был какой-то запас на жизнь, видев некой подушке. Ну, в настоящих реалиях жизни, когда банки дают очень маленький процент по вкладам, а инфляция составила, по данным Росстата за 2022 год, 11,9%. Ну, а по ценам магазинов мы заметили, я думаю, тоже заметили, эта цифра оказывается намного больше. Накопить какую-то крупную сумму просто нереально. Ну и, конечно же, мечта всех, как приумножить свои деньги, когда от заработка появляется определенная дельта, очень хочется, чтобы деньги работали. Но где работали? И в то раз уже тему это обсуждали, обсуждали. Да, деньги, очень большие деньги, конечно же, находятся в новых технологиях. Если посмотреть на технологические революции, мы видим интернет, смартфоны, компьютеры и так далее. Все очень круто, но есть одно но. На этих технологиях зарабатывают только создатели. Обычные пользователи с этого просто ничего не имеют, а скорее наоборот только отстегивают ежемесячно за пользование абонентскую плату. А вот с блокчейном все по-другому. Эта технология является естественным органическим продолжением денег. Сейчас на этом слайде продемонстрирована эволюция платежных инструментов. Вы видите, как все начиналось, зарождалось, как все трансформировалось. И уже в 2008 году начала появляться что-то совсем непонятное, цифровая валюта. Это сейчас, в 2023 году, об этом уже многие слышали, уже и в СМИ говорили. В России даже уже принят закон о цифровом рубле. Также во всех других странах идет работа по внедрению CPDC, так она называется. Это цифровая валюта банков стран. Она пользуется почти той же технологией, она централизована, в отличие от блокчейна. Ее печатать могут только центральные банки стран. Вопрос времени, когда все этим будут пользоваться. Сначала начнут с пенсионеров, с официальных таких работников. Конечно же, все начнут потом этим пользоваться. Поэтому, если вы еще не в теме, то прямо сейчас нужно в этом начинать разбираться. Итак, что же такое блокчейн? Друзья, если максимально просто, человек хочет передать какие-то активы другому. Раньше для этого использовались посредники в виде банков. Но сейчас вместо них эту функцию легко выполняет блокчейн. Это действительно революция в мире финансов, действительно инновационная технология. Уже всем становится понятно, что это сейчас такой же шанс, что нам когда-то дал интернет. И очень многим людям, кто вовремя сообразил, дал возможность заработать огромные денежки. Посмотрите, 4,4 миллиарда пользователей. А в блокчейне пока 350 миллионов кошельков и только 50 миллионов пользователей. Очень вероятно, что в 2030 году их будет 1 миллиард. Но сколько будет времени, никто приведет к 1 миллиарду пользователей. Вы видите справа на слайде, мировые гиганты уже давно работают с блокчейном, с метавселенными и тому подобное. Ведется огромная работа в этом направлении. Уже более 50 международных компаний, которые давно работают с блокчейн-технологиями, пока еще официально не внедряют, но бета-тесты проводятся. И смотрите, блокчейн не играется практически во все сферы. В сферу финансов, в логистику, здравоохранение, страхование, энергетика, непришка, торговля, государственные органы. И это только официальные данные. Представьте, какая в мире ведется работа просто обыкновенными стартапами и компаниями. Поэтому вопрос принятия – это только вопрос времени. Экосистема Ultima вышла на рынок почти 7 лет назад. И занимается именно данной тематикой. И уже комьюнити достигло 2,8 миллионов пользователей. Команда Экосистемы остается верной своей миссии, своему призванию стать самой широко использованной криптовалютой системы во всем мире. И чтобы мир криптовалюты и блокчейна стал доступен каждому. За эти 7 лет было много вызовов. И только доказали, что система работает, несмотря ни на что, и что бизнес состоявшийся. Здесь есть действительно реальная технология, которая может и создавать рынок, и быть участником этого рынка. Цель команды – выстроить экосистему со своей дигитальной валютой, которая широко используется и пользуется огромным спросом среди пользователей, у которых будет возможность при помощи токена Ultima закрывать практически все нужные пользователи, которые только смогут себе представить. И, друзья, у Уля с самого первых дней стоит президент, он же генеральный вдохновитель, он же генеральный директор, сколько еще регалий у него. Это Алекс Раймсов, уважаемый человек не только в бизнес-сообществе, но и в криптоиндустрии. Один из самых влиятельных венчурных инвесторов по версии многих изданий. Входит в десятку самых влиятельных людей криптомерик. Он часто выступает на самых престижных блокчейн-конференциях, а также его экосистема является зачастую главным спонсором этих мероприятий. На одной из таких конференций, как мне вот запомнилось, прям такой отпечаток на мозг, он выступал на одной сцене в крипто-бирже Бинанс Чампань Жал. Вы сами понимаете, вот это уровень, друзья. В общем, Алекс человек очень публичный, кроме этого он еще и выпустил несколько книг, которые напечатаны на 14 языках. Регулярно на нем выходят статьи в различных популярных мировых бизнес-мейках. В общем, благодаря Алексу, экосистема Ultima в столь сложные времена не только сохранилась, а на минуточку за 7 лет закрылись более 50 тысяч компаний. Да, это серьезная цифра. Я очень хорошо помню этот взрывной рост ICO в 2017 году. Тысячи стартапов, которые что только не обещали, создавали фейковые страницы. На страницах, кто у руля компании, брали каких-то публичных личностей без их ведома, вставляли их фотографию, то есть фейковые данные вставляли и собирали инвестиции на свои стартапы, обещая огромные иксы, то есть огромные прибыли, когда выстрелит проект. Ну, как вы думаете, что-то выстрелило? Нет, друзья, ничего не выстрелило. Может быть, единицы какие-то, но в общем, действительно, обещали много нового поиска. А здесь не только удержались, но и превратились в холл в данный момент, потому что очень многое зависит от лидера. Алексин на связи, берет от партнеров обратную связь, прислушивается к своему комьюнити в вопросах, которые касаются и влияют на эффективность развития. Постоянно придумывает новые инструменты для улучшения работы компаний и для улучшения работы партнеров комьюнити. Задача экосистемы – использовать Ultimate Token при помощи смарт-блокчейна, чтобы решить три главных вопроса. Для сохранения, заработка и приумножения, как я и говорил в начале презентации. Почему именно блокчейн? Именно почему смарт-блокчейн? Во-первых, децентрализация. Во-вторых, возможность заключать смарт-контракты. Это очень важно. То есть договора между пользователями без посылок. Автоматизирование. В-третьих, полная безопасность, тем самым доверие. И четвертое – пулы ликвидности. Эти четыре момента нам и нужны, чтобы создавать различные новые возможности. И такие, как приложения, токены и много-много чего интересного. Бесконечное число возможностей. И самое главное – возможность создавать пулы ликвидности. Но об этом я чуть позже остановлюсь. Смарт-блокчейн очень конкурентно способен. Вы видите его превосходство среди конкурентов по ключевым параметрам. Я знаю, кто технически не подхован. Может быть, здесь ничего не понятно. Ну, вот, к примеру, количество транзакций, друзья. Смотрите. До двух тысяч транзакций. Видите это число? А если взять у биткоина семь транзакций. Я вот лично посмотрел. Ну, уже ли биткоина так мало транзакций? Да, всего семь. И это на пиках. А так пять обычно, не больше. У эфириума средняя 14. На пике доходило до 25. В общем, вы понимаете, нашу конкурентоспособность. Я остальные даже не смотрю показатели. Здесь очень важно понимать, что токен – это не просто какое-то решение. На самом деле токенов очень много на рынке. Десятки тысяч, а может, и сотни. И почему именно Ultima должна стать тем токеном, который покорит весь мир, добьется отметки в 100 тысяч долларов и к тому же приведет комьюнити свыше 100 миллионов пользователей. Кстати, 2,8 миллиона уже есть, но это всего лишь пока 2%. Компания делает из нашего токена Ultima гипердефляционный токен. Что такое гипердефляция? Это когда чего-то на рынке становится меньше, и цена на это увеличивается. Важен только принцип. Чем меньше, тем больше дефицит, и повышается спрос, и становится дороже. Вот кто более старшего поколения помнит, что в магазинах был дефицит. Где-то на межрайбасах по знакомству можно было что-то прикупить, урвать и так далее. Опять же, мы про дефляцию, дефицит. Вот, к примеру, с автомобилями. Почему растут цены на автомобили? Да потому что кто-то, те же дилеры, распускают слух, что скоро будет подорожание. И все поперлись в салон, а мне вот в такой комплектации нету. Давайте заказы, сколько ждать? 3 месяца, давайте я буду ждать. Друзья, появился спрос. Дилеры посмотрели, надо цены поднимать. Поэтому не было спроса, в салон никто не ходил, они наоборот бы скинули цену, потому что надо же выживать. Вот на этом принцип дефляция и быстрый. Вот, друзья, на слайде вы видите факторы, на которые этот супер дефицит будет выстраиваться. И посмотрите, все в сравнении с дефляционной монетой биткоин. Биткоин тоже дефляционный, но не гипер. У нас сильно ограниченное максимальное предложение 100 тысяч против 21 миллион. В обращении у нас будет только 20% биткоина. Вводится постоянная комиссия 3% за транзакцию, чего нету биткоина. Процент этот изымается из сети и замораживается минимум на 50 лет. Ежедневно у нас будет выходить 50 монет в сутки против 900 у биткоина. Хаудинг, то есть у половинивания, у биткоина раз в 4 года. У нас раз в год, и первый уже будет 1 февраля 2024 года. Сами понимаете, что будет происходить с ценой. Достаточно глянуть курс биткоина во время хаудинг. И представьте, через 4,5 года будет выходить всего одна монета в сутки. На все комьюнити. Не представляю, сколько миллионов комьюнити будет, понимаете, да? И какая цена может быть. Итак, в чем же оффер? В чем максимальное, не максимальное, а в чем уникальное предложение? Что такого выпустила экосистема, чего нет на рынке? Это так называемый делегированный пул ликвидности. Так, я даже... Секундочку. Да, делегированный пул ликвидности, друзья. Пулы вообще ликвидности, они появились вместе с децентрализованным биржем. Это когда пользователи сами наполняют пул, и у него потом происходит торговля без последних. Кто-то наполняет, кто-то опустошает, и так происходит постоянный движ. Оригинальность решения экосистемы в том, что этот пул обычно кому-то принадлежит. Децентрализованная биржа или еще кому-то. Но это никогда ни к чему хорошему не приводило. Когда приватные ключи у создателей находятся, сами понимаете, в Ultime этот пул независимый, и никто из него ничего без смарт-контракта не сможет взять. Ни пользователь, ни компания, ни посредник, никто. Поэтому управление пулом ликвидности передано экосистемой в виде кошелька, наполненного монетой самому блокчейн. А блокчейн это программа, которая все делает четко и в срок. Вторым шагом является заключение пользователями специальных смарт-контрактов, то есть договоров без посредников. Допустим, они будут наполнять токенами Ultima, пул, а пул в свою очередь будет выдавать им пожизненное возрождение на ежедневной основе. Но, друзья, чтобы соблюсти экономическую модель, тут должны быть четкие правила, которые гласят, независимо от числа комьюнити, пул выдают только 50 монет в день. Не больше, не меньше. Есть 10 человек, которые приходят за возрождение, все получили в день по 5 монет. Есть миллион, 50 монет разъяснили на миллион, получили все в день 0,4,5 на ле-десяторых, десятых, сто тысяч на пять. У каждого желающего получить вознаграждение должна быть лицензия, которая выдает право на получение части вознаграждения. У нас эти части называются спритами. Допустим, 50 монет вышло, есть только один сприт в системе. Значит, 50 разъяснили, значит, 50 монет достаются обладателю этого сприта. Если есть 5 спритов, то за каждый сприт владельцы получают по 10 монет. Или владелец. Это важно. Финансовые возможности у всех разные. Один может владеть, к примеру, 30% всех спритов. Значит, этот один и будет получать 30% от всех вознаграждений. Думаю, здесь понятно. Вознаграждение можно забирать хоть каждый день, хоть раз в полгода. Оно всегда остается за вами. Ваше вознаграждение, оно только ваше. И это прописано в смарт-контракте. Что же такое сплит? Друзья, сплит с английского деление, дробление, то есть часть. Это тоже токен, но он нигде не залищен на бирже CoinMarketCap. Он цельный и является сертификатом, подтверждающим право получать часть ученика. Почему именно токен? Это тоже гениальное решение. Представьте, система рассчитана более чем на 100 лет. Работы. Многих уже не будет. Не всех, конечно. Медицина сейчас далеко, шагает вперед. А может и мы доживем. А сплит, он также децентрализованный. Если вы хотите передать, подарить, занять кому-то, то без проблем. Право получать вознаграждение, тогда переходит к новому владельцу. В зависимости от эквивалента. Все передали. Теперь, друзья, тот человек получает все вознаграждение. Половину передали. Получайте оба порога. Тут, я думаю, все ясно. Это еще один крутой инструмент ищет. И самое главное, что придает этой модели мощь и гипердефляцию, это халы. Вначале выходит по 50 монет денег за блокчейн, а потом 25, 12, 6, 3 и одна монета всего. То есть это такая автоматическая установка, перекрывающая по немногу гран раз в год. И потом будет бежать постоянно очень тоненькая струйка. Всего одна монетка в день. Но она может быть такой стоимости и качества, что хватит напоить и 100 миллионов пользователей нашего комьюнити. И здесь главное, чтобы от цены не загружилась голова. Тут нужно научиться работать с халы. Это не рулетка, не казино. Это конкретно заложенная алгоритм программы с математическими уравнениями. И если вы следуете стратегии, то и результат не заставит себя долго ждать. Почему же халы? Какая сильная вещь. Да все просто. Монет становится меньше, дефицит становится больше, комьюнити становится тоже больше. Просто больше. Цена шарашит вверх. Только успевает покупать, 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 как Алекс говорит. А почему? А потому что цена завтра может быть уже дороже. Сегодня, только недавно, месяц назад, курс был 4 тысячи с копеек. Нисколько там сегодня не глядел. 20 тысяч плюс-минус, я не знаю. А это уже, друзья, почти пятикратная прибыль на росте за 4 недели. А когда-то, допустим, он будет 50 тысяч. И многие будут говорить, что же мы раньше не купили. Так вот, друзья, хорошая новость. Раньше это сегодня. У вас есть огромное преимущество перед теми людьми, которые придут позже и будут получать одну монету на всех и радоваться. Потому что цена ее может стоить кучу денег. А мы сейчас на той стадии, когда кто первый стал, того и так. И, друзья, как можно и даже нужно получить токен ультин? Есть всего три пути. Это первый путь. Покупать торговок на бирже. Опять же, всему этому нужно учиться. Биржа это не панацея, а чисто еще один просто дополнительный способ заработка. Кому-то может нравиться. Я много раз прогул, понял, не мое. Хотя учился на трейдере, кучу долларов за пучень отдавал. И помню, вот как сейчас, до сих пор это в памяти, роботов он подключал всяких для торговли на Бинанс, по-моему. Да, на Бинанс. И вот с эфиром я торговал. Сижу у монитора. Глаза красные. Уже, по-моему, час ночи. Ордера выставляю, стоп-лоссы выставляю и иду спать. И снятся ужасы, что мои стоп-лоссы все посрывало. Курс полетел вверх, а я остался в неделю. Проснулся в холодном потоке, подбежал к компьютеру. Ну, все было нормально, тут, друзья, нет. Тут нужно быть стрессоустойчивым, с холодным рассудком. А я человек очень эмоциональный. Но, в общем, не моя тема. Хотя в долгосрочной перспективе это да. Купил и держи, что бы ни случилось. Далее, следующий способ это получать сплит вознаграждения. Здесь много знаний и умений от вас не требуется. Просто нужно вовремя сделать правильные шаги и использовать новейшие технологии себе во благо на долгие годы. Или же третий путь заняться ультимой бизнесом и заработать на этом. То есть, благодаря вашим активным действиям приумножать количество ваших токенов. В нашей компании есть инструменты, при помощи которых вы можете получать вознаграждение за сплиты. Это сплит лицензия, которая дает вам право напечатать определенное количество сплитов. И сплит контракт, который дает вам техническую возможность напечатать эти сплиты. Ну и когда у вас есть и право, и техническая возможность, вы получаете то, зачем так все охотятся. Это пожизненное ежедневное вознаграждение в виде токена ультима. Когда люди покупают сплит лицензию, в блокчейне появляется запись, что этот кошелек имеет возможность напечатать определенных сплитов. Это как будто вы зарезервировали за собой место в самолете. И его кроме вас никто не купит. Ни на один рейс. Ну просто не займет его кроме вас никто. Пока вы сами не решитесь полететь и не купите себе билет, то есть сплит. Одно место, допустим, один сплит в самолете, 10 мест, 10 сплитов. Ну и так, для налоги. И теперь нужно создать сплиты. Друзья, само создание это очень сложная, уникальная технология, которой занимается сам смарт-блокчейн. Но нам, пользователям, все очень просто. Вам нужен ваш токен, ваша ликвидность. Послать транзакции в пул ликвидности. Просто сделать одну транзакцию. Видите на слайде синяя стрелочка. Это вы передаете токены в пул ликвидности. И они там замораживаются минимум на 50 лет. И за это вам начислят блокчейн сплит токен. И теперь можете каждый день стучаться к блокчейну и просить, отдай мое вознаграждение. И он отдаст. А ему деваться некуда. Это же просто программа. Здесь нужно понять одно. Чем больше у вас сплитов, тем больше токенов. Чем больше токенов ультима вы получаете, тем больше сможете зарабатывать на любом курсе. Даже если вы продали на падающем, завтра, ну бывает такое, коррекция. Завтра вы опять сходите за вознаграждение. И послезавтра. И через год, и через три, и через пять лет. И в этом уникальность технологий. Вот для тот самый пассивный доход, о котором многие мечтают. Но это можно было создать только на блокчейне. В простом, традиционном бизнесе такого нельзя сделать. А именно на смарт-блокчейне. Потому что позволяют наобращающие технологии. Теперь, друзья, нужно понимать, как сплиты получать. У нас есть два продукта. Это лицензия и контракт. Это два отдельных пакета. Они покупаются и оплачиваются отдельно. Первый продукт, продажи, которые уже стартовали, это лицензия. Это лимит, указывающий, сколько сплитов вы можете приобрести. И сам контракт, продажи его будут через неделю, с 1 октября. Который подразумевает, сколько сплитов вы сможете создать. На примере пакета Lite, одна лицензия и один контракт, который позволит создать только один сплит. Суммарная стоимость получается 110, 110, 220 евро. То есть один сплит, 110, 110, 110, 220 евро. Тут, я думаю, понятно. Вот, друзья, посмотрите, какие существуют пакеты. И смотрите, что характерно. Начиная с 1100 пакета, технология позволяет сделать стоимость сплита дешевле. Если взять, допустим, 10 пакетов Lite, то в них будет 10 сплитов. А в выяснике за 1100 уже 15. То есть оптом получается дешевле. И если взять весомые пакеты, то там уже стоимость сплита, видите, достигает 44, 32 и даже 11 евро. И вот на слайде вы видите самое сладенькое десерт. Уже неделю остается до завершения легендарного промоушена. Отчет фактора 3 уже заканчивается сегодня, в полночь по Берлину. Видите оранжевые числа. Они говорят о том, что в емкость сплитов за ту же стоимость добавляется еще трехзначный лимит. С 15 до 45, с 500 до 1000, до полторы получается. С 5000 до 30 тысяч. Друзья, это уникальная возможность. Как сэкономить на покупке лицензии? Получается экономить в три раза. Завтра вместо плюс 30 уже будет плюс 15, а дальше плюс 0. В общем, старт есть старт. Сами помните, кто первый стал. Друзья, вот для сравнения, вы видите, что дает промоушен. Если взять пакет Lite, в нем сплит стоит, как мы уже говорили, 220 евро. Слева на слайде. А basic уже на 5 сплитов больше, чем в 10 пакетах Lite. Даже без промоушена. А с промоушеном получается в три раза выгоднее. И сплит один стоит уже 98 евро вместо 220. Давайте сейчас представим, что вы взяли лицензию за 1100 евро. И у вас в кабинете появился лимит, то есть право приобрести 45 сплитов. Но сплитов у вас пока ноли. Чтобы их получить, вам нужны контракты. Вот здесь важно понять и заполнить. Заполнять лимит, выгоднее равнозначными контрактами. Именно как и предметалась лицензия. В общем, нам нужно заполнить лимит на 45 сплитов. Мы можем контрактом Lite заполнить, видите, на слайде слева. Купить 45 штук, так как в пакете всего один сплит. У нас выйдет стоимость 4,950 евро. Давайте стартером попробуем пакетом заполнить. Там 5 сплитов. Значит, нам нужно 9 пакетов стартеров по 550. А 5 также выходит 4,950 евро. Нет никакого преимущества. А преимущество, друзья, вот на слайде, видите, что преимущество начинается только с равнозначного пакета. Заполнить получается за 2300 вместо 4950. Вот 1650 евро преимущество. Думаю, понятно. Получается двойная экономика. Сплит вам выйдет по 98 евро вместо 220. И заполнить на 1650 евро дешевле. В этом и заключается уникальность промоушена. Теперь давайте к расчетам. Кто-то не любит считать, кто-то любит. Но вы знаете, друзья, слово нищий пошло от слова нищета. То есть нищета. Ничего себе для многих неожиданность. Хотя ничего себе лучше не говорить. А то в подсознании забиваете свою остановку. Ничего себе. Все другим, но себе ничего. Лучше говорите все мне. Вот так. В общем, друзья, нужно все считать. Сразу оговорюсь. Эти расчеты для наглядного примера. Умче перемен. Поэтому у каждого будет свой расчет. Каждый день приходят новые люди. Количество сплитов в системе каждую секунду повеличится. И курс может тоже меняться. Так что расчет только в моменте. Запомните это. Но хорошая новость. На сайте будет специальный калькулятор, где можно попробовать подставлять свои значения. Теперь представьте, что система новая настолько воспринялась в комьюнити, что в системе уже 1 миллион сплитов. На этом устаточки есть. Я же не знаю. 50 монет выходят из блокчейна в день. А это значит 50 разделить на 1 миллион равно 0,4 десяток 5. 100 тысячных в день за 1 сплит. И умножаем на количество дней до халвинга. 120 дней 4 месяца получается. Итого пакет Basic по промоушену дает при курсе 20 тысяч долларов. 0,27 ультима. А это 5400 долларов. Ну вот кто-то скажет. Чуть-чуть там больше, чем пакет с заполнением мы отдаем. Ну, подумали вы, я думаю, так, да? Но подождите, друзья. Теперь самое интересное. Происходит 1 числа февраля халвин. А это значит, что блокчейн начинает выдавать по 25 монет в день. А у нас будет целый год до следующего халвинга. На 360 дней вы сможете получать уже 0,41 ультима. А это 8212 долларов по курсу 20 тысяч. Эти расчеты для наглядности. А если курс будет 30, 50 или 100 тысяч долларов, это только пойдет вам впрок. И вот у вас за полтора часа уже больше 13 тысяч. Ну, зачем спешить все продавать? Сохраните, дождитесь курса 50, там, 100 тысяч. Или выработайте для себя личную стратегию 30 на 70 или как-то еще. А ведь блокчейн будет выдавать вам и дальше. До какого, спросите вы? Да, навсегда отвечу я и сам в этом усомню. Но, друзья, так и есть, поверьте. Это новые технологии, которые будут работать уже без нашего участия. Так вот, теперь, допустим, вы устали принимать монеты от сплитов. Кнопку жать, заходить и набивать в карман. Вы можете занять кому-то или подарить сплиты. Выведите цифры под каждым пакетом. Какое преимущество у пакетов промо? Друзья, согласитесь, очень неплохие цифры. И встает один вопрос. А что же лучше, если монета будет расти? Может, лучше купить и держать? Или иметь сплиты и получать пожизненное вознаграждение? А давайте разберем плюсы и минусы. В бирже дело такое, как я уже говорил. Нужно найти точку входа, затем найти точку выхода. Как не продешевить, чтобы потом не кусать лоб. Сейчас вначале-то можно зайти, как бы не прогадаешь. А когда курс уже будет 30, 40, 50 тысяч, вот тогда голова сломается. Это приводит к формированию ФОМа, к такому синдрому гущенной выгоды. Только держать и молиться на курс, но ничего не зарабатывая при этом? Ну, не знаю, по золотым правилам, о которых я расскажу позже. Конечно, лучше подождать 3-5 лет, а за это время можно и стресс получить. И все сопутствующие плюшки, что касается бирж. Но, друзья, что касается сплитов, тут все просто. Пожизненный доход, ежедневно, чистый пассив. Где трудно ошибиться. Продали по низкой цене? Ну, не такой, какой хотелось бы. Ну, ничего. Скоро опять нас плитит блокчейн. Попробуйте продать позже дороже. Не стресс? Нет. Уверенность? Да. Особого опыта не нужно? Нет. Можно делать апгрейд, часть передать или подарить наследство. Друзья, и всегда помните, чем больше сплитов, тем больше вознаграждений. А значит, больше ультин, а значит, больше ваш доход. Ваш доход. И теперь переходим к золотым правилам. Раз мы вошли в криптомир, здесь две вещи. Золотые правила и халка. Я считаю, если не придерживаться этих пяти золотых правил, друзья, ну вообще в крипторынок заходить не стоит. Если только что потерять, для опыта да, можно, но оно вот вам надо. Итак, первое правило. Закупаться всегда нужно по низкой цене, а продавать по высокой. Как не делает 95% людей, к которому я себя относил. Конечно же, из-за человеческой жадности. Если честно, одержимый человек, он не боится все потерять. Он больше всего боится недополучить прибыль. Правило два. Купите и храните токены, пока цена профита вас не устроит. Хоть для этого понадобится и несколько лет. Нужно сделать хотя бы x2, x3. Это уже будет достижение. А если учесть, что скоро первые халки, тут просто нужно накапливать и точка. Правило третье. Покупайте и храните. Это говорит о том, что нужно создавать капитал, имея большое количество монет. Тем самым, минимизируя риски и увеличивая прибыль. Четвертое правило гласит, что никогда нельзя продавать токены себе в убыток. Это правило действует не только для крипторынка. Это правило и для рынка акций, и для валютного рынка. Запомните. Если цена в данный момент ниже цены, по которой вы брали, то вы просто находитесь в просадке. Просадка может быть и несколько лет. Смотрите на биткоины или эфиры. Но как только продадите, вы сразу тут же зафиксируете свой быт. Ну и пятое правило, самое мудрое. Никогда не нарушайте золотые правила на панике и в эмоциях. Друзья, у вас, наверное, во время презентации возникает вопрос, а почему цена вдруг будет расти? Как я вас понимаю? Я сам так думал, когда первый раз напомнился с этой уникальной системой. А все просто. Волшебное слово. Хаулинг. Справа на экране вы видите. Оно пришло к нам из биткоина. Каждый раз, когда монет на рынок выходит меньше, цена увеличивается. Закономерно. Да, сплитов становится больше, людей в комьюнити больше, но и цена выше. Закон, который работает. Все хотят пожизненный пассивный доход. Даже кто не покупает сплиты, они купят монету. Но технологий сплитинга на рынке еще нет. Возможно, в будущем кто-то и будет пробовать, клонировать нашу систему. Но мы здесь и сейчас. Именно нам выпадает этот шанс. А может он и раз в жизни может быть. Кто знает. И уже, друзья, с 1 февраля произойдет первое располовение. Ровно 4 месяца. Да, они пролетят. Тут вон вся жизнь пролетела. Я в шоке. Только вчера в садик в школу уходил. А уже, эх, в общем, в декабре, январе перед Халлином будет такой дриж. Люди с ума будут ходить. Монет будет меньше. Урс лететь будет вверх. И, конечно же, чтобы создать крепкий фундамент для себя и будущих поколений, нужно стремиться стать китами. В криптомире так называют у кого на кошельке огромное количество монет. У нас это будут владельцы кошельков, вскоре холодных кошельков, весомых, таких с ультимой. Накапливая, можно начать с одной ультимы и дойти до тысячи. А тысячи даже при сегодняшнем курсе это около 20 миллионов долларов. Кто-то скажет. Легко сказать на капли. Где взять деньги для начала? Предвосхищаю вопрос. В экосистеме именно для вас есть бизнес-модель, о которой я уже скоро начну рассказать. Самое интересное, что алгоритм биткоина будет работать до 2125 года, друзья. Экосистема ультима рассчитала свою модель на 227 лет. Не знаю, доживем мы, но с математикой не поспоришь. Справим, как из делегированного пола ликвидности будут выходить токены и последний токен выйдет через 227 лет. Фантастика. Нас с вами не будет, а блокчейн будет. Это потому, что есть интернет, есть и блокчейн. Есть и только интернета не будет, но это очень маловероятно. Биткоин был рассчитан математически, и все работает. Посмотрите, в 13 лет, а не в 14, и он переживет своих создателей. И ультима идет по такому же пути. Очень важно, чтобы вы понимали, начальное распределение. Что, откуда и куда. Из всех 100 тысяч монет 80 тысяч отправляются в пул ликвидности. 10 тысяч остается системой для исполнения обязательств по фермам, которые продолжают работать 5 лет. Поэтому первый халгинг произойдет быстрее. Это сделано, чтобы самортизировать вот эти все значения. И 10 тысяч останутся системой для стабилизации нашей экономики. Вот на слайде справа показано распределение для стабилизации в зависимости от того, как это работает. Я до глубины не знаю. Да и мне это особо не интересно. Главное, чтобы машина хорошо ездила. А как там двигатель внутреннего сгорания работает, или не внутреннего сгорания, лишь бы не ломался. Самое главное, что если в этой системе 220 лет шлета способна выдавать системы пользователей, и есть 3% от всех транзакций, которые возвращаются обратно в этот пул, то в недалеком будущем примерно, чем здесь, а может быть и в другое время, сумма 3% транзакций начнет превышать сумму токенов, выходящих из пула. И тогда пул будет выкачивать все монеты с рынка в себе обратно в пул. И тогда опять начнется еще одна история роста. Но это так и образно, куда мы движемся. Поэтому, друзья, накапливайте и спойте наши монеты, для которых создается, гляньте на слайд, очень крутая инфраструктура. Или зарабатывайте активными действиями вместе с нами. Об этом я уже очень скоро расскажу. Смотрите на слайде и, собственно, биржа. И копитрейдинг, и травл-клаформы, и краундфайдинг, и свой маркетплейс с покупками заутин и много еще чего. Давайте, друзья, основную часть подытожу. На рынке есть много стейкингов, фармингов. Даже наша система много лет на фарминге работает. И извлекла такой опыт в результате этой работы, что стало очевидным. Чем больше становится комьюнити, тем больше становится монет. И тем меньше цена. Потому что печатая, печатая, производя, они просто убивают пулс. И революционная модель нашей системы, она диаметрально противоположная. Чем больше комьюнити, тем меньше монет. И, соответственно, выше будет цена. Потому что монеты больше не печатаются, не добываются. Просто-напросто поровну делятся между участниками нашей системы. Сплитинг. Это можно сказать, как вечный двиг. Представьте, через пять лет один миллион пользователей делят одну монету в день. И также ждут, чтобы выгоднее продать или использовать наш инфраструктурных проектов. Представьте, какая цена может быть. У нас только недавно открылись регистрации, и уже несколько десятков тысяч вошли в систему. Друзья. Извините. Сейчас именно старая комьюнити будет перетекать в новую систему. Да, далеко еще до 2,8 миллионов. Но они сейчас все придут в новую систему. И согласитесь, начинать с 2,8 миллионов легче, чем с нуля. Эта система ультима идет в направлении 100 миллионов. И для этого вся система должна должным образом быть моделирована. А почему? Почему не захотят вдруг пользоваться новой системой? Ну, все очень просто. У нас есть люди, которые имеют смарт-коины, которые делают свопинг из других монет, которые создавались на предыдущей, уже устаревшей технологии лайткоин. А также есть добытчики, фармингисты, которые используют фермы. И вот специально для них. Кто надобывал ультимы, прямо сегодня можно приобрести лицензии за ультиму. Но только она должна находиться на кошельке смарт-балет, который появился вчера или позавчера на айфон. Друзья, отличная новость. Для оплаты лицензии за ультимы в кошельках должно быть еще немного смарт-коинов для газа, то есть для комиссии. Ну, не меньше 150. А за смарт будет приниматься по курсу 10 центов, но после того, как пройдет легендарный проб. Это ровно неделя. Но только смарт, который будет в дашборде. Так что у кого есть смарт, не спешите выводить на биржи или кошельки. В этом случае он будет приниматься по рыночному пункту. Пока на этом сильно не зациклитесь. Пока есть неделя и все только за ультиму и с кошельком. Но кто уже вывел доступные смарты на биржи или кошельки, сейчас, наверное, разочарован. Не спешите унывать, потому что ныне это большой грех. Наша экосистема планирует до февраля отгрузить доступные до 20% всего смарта. И многие, кто делает свок, то есть обмен на смарт, уже несколько недель назад заметили, что теперь для своков фантастические условия 20% вывода в первый год. Система играется на хаву, но крутой ажиотаж. Так что в течение двух с половиной лет весь смарт будет отгружен. Это большой план экосистемы. Вся комьюнити однозначно перекечет в новую систему. Смарт это монета, за которую люди уже через неделю начнут покупать лицензию. Но ведь там еще будет столько же контрактов. Это даст цене ультимы взлететь, но очень высоко. Да еще и сам смарт прокачается. Чтобы, друзья, иметь ориентиры и понимать, куда мы двигаемся, я хотел бы вам показать родмэп Дорожную карту, которая способствует стратегическому накоплению монет. Первый этап начался уже 1 сентября, когда запустился бизнес и стартовал промоушен, запустили спидли сети. Включился маркетинговый план с вводами и выводами. И самое важное, почему все по шагам запускается, это для того, чтобы наш токен ультима устаканился. Устаканился свободный рынок. Также монете необходимо дать какие-то дополнительные листинги, чтобы торговаться на многих топовых биржах. Нужно будет обработать комиссии всех кошельков. Во втором этапе уже с 1 октября запускается смарт-контракт. Начинается сплитинг, запускается спидтокен, кошельки для них, вывод на другие кошельки. Уже можно будет получать награды за сплит. И, конечно же, выводить эти награды. То есть октябрь по ажиотажу будет перекрывать, наверное, сумасшествием ажиотажем сентября. Заработают ваучеры за 50%. Это вообще фантастика, когда за ультим можно будет все покупать и экономить 50%. Кто помнит, эти программы уже запускались. И там всем все понравилось, но они были на старом блокчейне, на лайткоине. Кому же экономить не нравится? Как говорится, сэкономил, значит заработал, друзья. А в третьем этапе уже наступит первый халл, которого вместо 50 монет станет выходить из смарт-блокчейна только 25. Вот это уже печалька. Там же опять вернутся наши дебетовые карты. Появится в Apple Store и мы зайдем на CoinMarketCap, появится дистопный кошелек, холодный кошелек, заработают аукционные. Отличная новость. Запланировал ивент в Дубае на 13 апреля, так что можно уже начинать готовиться. Также планируется запуститься Marketplace, тревел-платформа, хронфайк. Все эти продукты, они уже запущены в этом году, но пришлось передвинуть, потому что то, что сейчас запускается для экосистемы, намного важнее. Также запустится вскоре своя биржа, NFT Marketplace. Тоже шедеральная вещь, кто про NFT уже слышал, тот знает. Теперь, друзья, путь нам уже известен. И, наконец, вторая часть презентации для тех людей, у кого сейчас может быть не столько много денег, чтобы успеть купить новый продукт с хорошим дисконтом по промоушену, а хотелось бы. Или кто-то просто хочет заработать побольше денег. Именно для вас есть направление Ultima Business. И это не просто MLM. Это уже совершенно новый уровень. Это блокчейн-бизнес. Он выходит за грань сетевого маркетинга, а зарабатывается уже со всеми инструментами рынка. А в рынке денег вы знаете намного больше, чем в какой-либо компании. Поэтому только вместе с этими инструментами можно заработать сверхдоход. Ultima – это, наверное, единственная компания, точнее, система, которая только улучшает благо для активных партнеров. Кто уже в системе знает, что у нас сеть возвращался в 81%, а теперь добавились новые бонусы. Теперь компания отдаёт целых 91% партнерской программы. Это действительно фантастика. И может кто-то скажет, да я не активный, я вот продвигать, предлагать никому не буду. В том-то и фишка, как только у вас дела наладятся благодаря новой системе, вы думаете, ваше окружение не выпутает у вас, почему вы стали радостнее, перестали париться сзади, а не стали чаще улыбаться. Вы с удовольствием расскажете им, а это и есть бизнес с Ultima. Вы видите, вместо пяти видов бонуса, которые были ранее, Телек-бонус – это когда вы лично порекомендовали продукт человек, просто линейный маркетинг, получили 20% за рекомендацию, один человек, или все зависит от вашей активности, или же много человек в вашей первой линии приглашенных. Все эти люди, получая такие же плюшки, но не смогут скрыть в себе восторг, и, как я уже говорил, не начнут, не смогут не рассказывать своим друзьям и знакомым о таких фантастических продуктах. Конечно же начнут. Рассказывать направо и налево, и вот тут, и начнут волшебцом многоуровневым маркетингом. Вы, рассказав всего один раз, запустили такой позитивный игре-эгер, позволяющий закрывать боль многих людей своим уникальным предложением. И, конечно же, вам воздастся по заслугам в виде ТИМ-бонуса, командного бонуса. Он распределяется 26% в зависимости, в какой линии человек под вас зарегистрировался. Сейчас не будем до молекулы разбирать маркетинг-план, это уже лично с вашим пригласителем, сами подробнее разберут. Ведь все понимают, лучше один раз научить человека учить, и тогда запустится цепная реакция, магия. Лучше получать 1% от усилий 100 человек, чем 100% от собственных усилий. И надорвать при этом попу. Я думаю, вы слышали такое выражение. Третий, это ранговый бонус. Достигнув определенного оборота и выполнив условие вам присылается что-то типа должности в компании, ранга, и выплачивается ранговый бонус. Дальше мы на слайде разберем, сколько и за какие ранги. Четвертый, это лидерский бонус 10%. В этом случае вознаграждение у вас накапливается, пока вы не выйдете на уровень бриллианта. И тогда вам сразу выпустят этот лидерский бонус целиком. Хороший такой мотиватор, когда в кабинете видят цифры, но пока не можете их забрать. Во, вообще. Следующий, пятый бонус, бесконечность. Infinity бонус 23%. И это уже для активных строителей сетей. Там уже космические суммы и уровни до бесконечности. Это также, что вас пригласил, вам подробнее расскажут и покажут. И появились еще 4 новых вида бонуса. Это как раз есть инструменты самого рынка. И в принципе являются сверхдоходными и неограниченными. Diamond Pool 10%. Winner Bonus, это прямо вишенка на торте, скоро расскажу. Diamond Winner Bonus и Lifestyle Bonus. Круто вообще. Друзья, вот на слайде видно, как от уровня вашего приглашенного распределяются бонусы в процентах. Infinity, видите, это просто что-то с чем-то. Во всю ширину, во всю глубину. Хочу застрять внимание, что существует динамическая компрессия. Что это означает? Что все вознаграждения за работу неактивных переходят выше уровнями активных партнеров. Справедливо? Однозначно. И она понимает со всей глубины. Хоть это даже будет и тысячный уровень. И бонусы летят мимо всех неактивных аккаунтов. Именно ваш донбор, ваш кошелек. А что же такое активность? Друзья, активность это поддержание активного статуса хотя бы один раз в месяц. Чтобы быть активным, необходимо совершить первую личную покупку на 110 евро. А далее достаточно пригласить нового партнера в первую линию, которая приобретет любой продукт за 110 евро. В нашем случае лицензия на сплитинг. Или же совершить самому такую покупку. Только есть два варианта. Опять же, как и говорил, бонусы получают только активные партнеры. Ну, как друзья, обещал, вот те ранговые награждения. Как только обороты у вас достигнут 5000 евро, и при условии видите по давотапке 50% больше ноги, больше ветки, плюс 30% в боковой и 20% во всех остальных линиях, вы получаете за ранг джейд 100 евро. Казалось бы, не так много, но фундамент уже залит. И теперь уже не вы один, а вместе со своей, пусть еще небольшой командой двигайтесь к новым ступенькам рангом. И так понарастающе. Достигнут оборотов в 250 тысяч евро. И опять же, с условием 50-30-20, вы получаете бонус 3000 евро. Ну и кто первый дойдет, добивем даймонда. Это у нас такой миллиардный даймонд получит за ранг 10 миллионов евро. Звучит очень красиво. Очень важно смотреть, как вы выстраиваете свои команды. И лидерский бонус, как я уже говорил, выплачивается же потом, как только вы становитесь бриллиантом. Этот бонус заостряет ваше внимание на состоянии усиленно первых пяти линий. Тут не место уже пустым аккаунтом в виде кошечек, собачек, там, братьев, сестер и так далее. Это все отразится на вашем успехе. Вы можете потерять скорость уровня и бонус. Да, вначале может показаться, что вы заработаете здесь больше, но в перспективе вы можете потерять миллионы. Так что следите, чтобы ваши пять уровней были укомплектованы сильными людьми. Лидер бонус – это тот же линейный дополнительный бонус, который накапливается с самой первой регистрации. Со всех проданных вами и вашей команды пакетов. И выплачивается большой премией, когда вы стали бриллиантом. Следующий бонус – просто космос какой-то. Друзья, он радостей бриллиантом. Здесь вы зарабатываете во всю ширину и глубину. Вот представьте, вы стали бриллиантом и пригласили человека в первой линии и получите не 20% бонуса, а 20 плюс 15. Видите, справа вверху, где даймонд в синем пушке 15%. А если вы черные даймы внизу 20%, то думайте, 20 плюс 20 – 40% с первой линии. А представьте, в каком шестом или пятнадцатом уровне вместо одного процента, представляете, от 15 до 23. Это настоящая феерия, как говорит Альпус. Условия для получения бонусов, помните, да, как бюджета 5000 евро, 50, большой вверху, 30 боковой и 20. И остальные. Также здесь существует динамическая компрессия. И вот, друзья, новый вид бонуса. Почему вот выгодно быстрее становиться даймондом? Тут уже очень серьезные цифры, совершенно другой уровень жизни. Смотрите, в трех кулаках копятся бонусы для даймондов, которые выплачиваются в начале раз в квартал. Это в начале старта. Позже, как Альк сказал, они будут выплачивать раз в месяц. Опять же, активность у даймондов не покупка пакета за 110 евро, а условия равны. Джейда, думаю, помните, я говорил только что. За миллионный оборот вы получите 5% от первого пула, за 10 миллионов оборот 3% от второго пула и за 100 миллионов оборот 2% от третьего пула. Все эти пула суммируются, думаю, ясно, да? И еще, в этих пулах не ваш оборот с командой, а все команды во всем мире. Вот вы сделали 100 миллионов оборотов и только от своей команды получили 2% дополнительный бонус, а это 200 тысяч евро. А сколько таких команд во всех странах и 2% от их работы тоже. Вот это уж точно космос, вот это масштаб, вот это международный бизнес, я понимаю. И это все реально. Только должна быть цель и отсутствие преград в голове, убеждений, которые нам мешают в вашей жизни двигаться. Кто-то думает, машину бы сменить. Да ладно, кто-то думает, я старую подремонтирую. Так не хочется выходить из зоны комфорта. Друзья, в зону комфорта еще нужно попасть. Вот с ранга даймонд, это, думаю, точно зона комфорта. Тут будет и путешествие, и командные мероприятия. А самое главное, что на все на это есть финансы. Ну и, друзья, вишенка на торте лично для меня это такой инструментящий. Winner bonus. Алекс просто гениален в задумках и разработках. Это уже не маркетинг, а часть рыночной экономики. При достижении в первой линии, внимание, ваше личное приглашение, в достижении оборота 5000 евро и условии 50, 30, 20, вы получаете 2000 винтокенов. За 2000 евро оборот, кстати, один токен равен 1 евро. 2000 евро, друзья, которые можно потратить на покупку лицензии себе, тем самым увеличить свое вознаграждение, пожизненное вознаграждение увеличить. Либо, а вот тут внимание, подарить этот винтокен своим новым или просто партнерам. Это же такой инструментящий в руках. Вы их тратите, даря новичкам. Ну, как там вы уже договорились, я не знаю. Может удваивать им лимит или утраивать. Они делают оборот, который идет к вам. И вы раз в месяц снова получаете эти токены только уже в обе тысячи прогресса. За 200 тысяч оборотов в первой линии получаете 10 тысяч винтокенов. Это уже 100% прибыль. За 50 тысяч уже 100 тысяч винтокенов. Это 200%. За 100, 500 и за миллион оборотов 10 миллионов винтокенов. Тысяча процентов. Фантастика. В какой такой компании за оборот в миллион можно заработать 10 миллионов? Да и в какой. Хоть даже если это и личные продажи. Но кто после этого не станет заниматься блокчейн-бизнесом? Если со мной согласны, друзья, кивните. Именно эти винтокены смогут увеличить ваши доходы в десятки, а может быть и сотни раз. Потому что уже это инструменты рынка. А теперь просто для понимания. Посмотрите, как винтокены распределяются среди даймонов. Друзья, это просто фантастика. Очень красиво. Я считаю, очень красиво. И есть тут каждому к чему стремиться. Но давайте посмотрим на новый лайфстайл-бонус, о котором мечтают все партнеры, приходящие в RLM-бизнес. Картиночки вверху. Это не просто картиночки. Это при достижении определенного ранга даймонда вы получаете от эко-системы различные автомобили. Каждый раз выше по классу. При достижении ранга черный бриллиант, элитное жилье за полмиллиона долларов. Это не какой-то там человек. Это с крутыми видами. В общем, это уже совсем другой уровень жизни. Да, зона комфорта именно там. Дальше по рангам. Rolls-Royce за один миллион долларов. Виллу, яхту и, конечно же, частный самолет. Нет, друзья, почему бы и нет? Если человек с командой сделали оборот, во многих раз превышающий теннис самолета, эко-система, конечно же, может вознаградить таким лайфстайл бонусом. То есть, за бриллиантом вы уже можете купить себе первое авто. Вы заработали где-то 20 тысяч в евро в эквиваленте вознаграждения. И в винтогенах у вас 100 тысяч. И вам дают сертификат на авто. 10 тысяч, друзья. Ну, не круто. Да, но для этого, конечно же, нужно постараться. А почему именно сертификат? Люди, которые очень быстро осваивают этот бизнес, также очень быстро идут по карьерной лестнице вверх. Они точно не хотят машины низкого класса. Они сразу хотят Мерса или Роллс-Ройс. Но понты, друзья, конечно, никто не отменял. Тем более, это еще один инструмент, реклама своего рода. И едешь такой на машине, надпись ультима, все такие, что за ультима? Что такое ультима? А ты... В общем, слушайте, дело было так. В общем, друзья, бесплатный входящий трафик, причем органический. Без спавов и тому подобное. Без ботов каких-то. И вот так выглядят сертификаты на этот вид вознаграждения. И они складываются, чтобы не брать что-то дешевое вначале, а сразу понтануться и взять дорого-богато. Поэтому это шикарное вознаграждение, друзья, это что-то с чем-то. Но особое внимание теперь будет уделяться экологии бизнеса суть. Если вы будете пытаться обманывать систему, то она будет вас за это наказать. Специальная команда будет отслеживать и выявлять, кто создает фейковый аккаунт на кошечек, братьев, сестер, собачек и так далее. Чтобы не наставляли пирамиды к цели как можно больше получить бонусов от экосистемы. Полная проверка будет от ранга рубин, а полная идентификация от ранга дай. И при выявлении все фейковые аккаунты будут просто удалены. А кто их создавал, вплоть до блокировки аккаунтов. Так что строим теперь все экологично. И вот на слайде, друзья, видно, что наша система, которая будет работать с продуктами на децентрализованном блокчейне, и весь маркетинг скоро будет переходить на блокчейн, на децентрализованном. Как это круто и прозрачно. Выполнил условия по рангу. Смарт-контракт сработал. Вознабжение в эту же секунду ушло к вам на кошелек. Все четко, быстро, прозрачно. И все это можно теперь с нашим смарт-блокчейном. И, друзья, легендарный промоушен, который стартовал, и уже третий этап сегодня завершается. На слайде вы видите, какие пакеты участвуют в промоушене. И оранжевым цветом в вашем выгоде. С плита. С завтрашнего дня уже фактор будет два. И вы сможете получить только двукратную выгоду вместо трехкратных. Если сегодня успеете до полуночи по берлинскому времени, друзья, то вам повезло. Цель ультима по 100 тысяч. Друзья, на этом моя презентация подошла к завершению. Что предложение на рынке аналогов не имеет по своей выгоде и простоте. Надеюсь, понятно, что число людей по просчитанным показателям компании будет только увеличиться. Это факт. Курс ультимы также будет расти. А это значит, что после окончания презентации обязательно свяжитесь с человеком, который вам дал понять это видео или пригласил на презентацию. И попросите вместе более детально разобраться, чтобы не пропустить такую возможность. По факту такие шансы выпадают очень редко. И ваша задача разобраться и принять единственное правильное для вас решение. Если вы открыты новым возможностям и по жизни очень активный человек, то уже на презентации, которая пройдет завтра в 14.00, могут присутствовать люди, которым вы уже успеете рассказать про эту возможность. Сами знаете, кто первый стал в второй этапе. На самом старте, когда вознаграждение, а курс пока не такой высокий, можно заработать много ультимы и сам создать крепкий фундамент. Очень хороший финансовый задел. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Будьте здоровы и богаты, а главное счастливы. Хороших входных. Еще раз всех вас поздравляю с Мега Стартом, который не так давно стартовал. И уже скоро будет запуск самих сплитов. Всем пока-пока-пока.